Рефа Кабба Рефа Кабба Рефа Кабба Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган утверждает, что выступает за мирное разрешение конфликта и готов этому содействовать, но, похоже, в Москве ему не очень верят. В своем выступлении на совместной пресс-конференции Эрдоган к нескрываемой радости своего украинского визави сказал следующее. Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украине в виде крымской платформы, которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму. Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты всем народам Крыма, включая крымских татар и Украине. Тут важно подчеркнуть, что за день до визита украинского президента Раджеп Таип Эрдоган поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. И, как утверждает пресс-служба Кремля, турецкий лидер попросил рассказать о российских подходах к разрешению внутриукраинского кризиса. И услышал в ответ, что безальтернативной основой урегулирования является минский комплекс мер 2015 года, или, как его часто упрощенно называют, вторые минские соглашения. Возможно, некой балансировкой Эрдогана и реверансом в сторону Москвы было его упоминание этих минских соглашений на встрече с Зеленским. Словом, как отмечают многие политологи и военные эксперты, Турция, явно ведущая очень активную политику и в Черноморском регионе, и за его пределами, явно пытается совершать политические и дипломатические маневры и лавирует между интересами как НАТО, в котором ее армия вторая по численности, так России и своими собственными. Динамично развивающиеся отношения Анкары и Киева актуализируют такие вопросы, как энергичное проникновение Турции на пространство бывшего Советского Союза, ее готовность выступать в роли военно-политического патрона ряда постсоветских государств, а также возможность для некоторых стран без НАТОвской прописки укрепить свои отношения с Альянсом без формального членства в нем, считает политолог Сергей Маркедонов. По мнению же другого эксперта Российского Совета по международным делам Кирилла Семенова, и строительство нового Стамбульского канала, и спекуляции по поводу конвенции Монтрео, и события вокруг Тонбасса, которые как бы напрямую и не связаны, но все касаются вопросов безопасности в Черноморском бассейне и прилегающих к нему государств. При этом, по словам господина Семенова, считает заявление Реджепа Таипа Эрдогана антироссийскими не следует. Мысль, что черноморские государства должны сами обеспечить мир в регионе, должна скорее понравиться России, чем партнерам Анкары из НАТО, считает эксперт. Однако многие наблюдатели уверены, что встреча турецкого и украинского лидеров в Москву не порадовала. Совпадение или нет, но практически одновременно с сообщениями о визите Владимира Зеленского в Анкару появилась информация о том, что свободный въезд в Турцию российских туристов может быть ограничен из-за роста заболеваемости там коронавирусом. К другим темам. Наше внимание привлекла онлайн-конференция под говорящим названием «Абхазия – это Грузия», проведенная на прошлой неделе в формате онлайн по инициативе некоего Кавказского международного центра исследования геоистории и геополитики совместно с так называемым Сухумским госуниверситетом. Конференция была обозначена как международная и особенно любопытен состав ее участников. Так в ней участвовали помимо грузинских ученых и организаторов директор Института кавказоведения Академии наук Азербайджана Муса Гасымли, руководитель кафедры Академии госуправления при президенте Азербайджана Намик Алиев, азербайджанский политолог Арас Гурбанов, далее российские ученые, доктора наук, представители Израиля, Эстонии и Украины. То есть участвовали все, кроме кого-либо из Абхазии. В текстовой распечатке конференции, которая шла более четырех часов, так определена ее цель. Цитата. Как можно более кратко представить роль Абхазии в формировании единого государства Грузия, основываясь на исторически значимых фактах. В документе также кратко описываются процессы, происходящие в Абхазии в начале 1990-х годов. Хотя размышления об этих процессах и установления фактов является большой и отдельной темой, было бы целесообразно, утверждается в документе, рассмотреть краткую предысторию и получить представление о том, что было причиной братоубийственного конфликта в Абхазии, который в действительности был российско-грузинской войной. Конец цитаты. Стоит отметить, что освещение так называемого абхазского вопроса и ситуации на этой конференции проходило подчеркнуто на фоне последних событий в Нагорном Карабахе и возвращению Азербайджану этой территории. Подробности конференции изучил публицист Виталий Шария и составил свое мнение о том, насколько научный подход применялся на международной конференции и была ли это действительно дискуссия или все же игра в одни ворота. Мы решили пообщаться с Виталием и обсудить эту тему. Виталий, расскажите нам, пожалуйста, чем вас привлекла эта онлайн-конференция «Абхазия, это Грузия», что особенно интересным показалось? Ну, я вообще-то просматриваю все материалы в интернете, где слово «Абхазия» звучит. Ну, это, конечно, конференция, она попала сразу в поле зрения. Ну, я это увидел где-то в обед примерно. Ну, времени не было это читать, смотреть. А вечером уже сразу двое фейсбучных друзей написали мне в личку и прислали этот материал. То есть, они, зная, что это входит в мой круг интересов, прислали и в расчете на то, что я, конечно, этим займусь. И на следующий день я сделал публикацию об этом на радио «Яха Кавказа». Вот. И, ну, что сказать, ничего, в принципе, нового по содержанию там нет. Все это мы знаем, но по форме это действительно привлекло внимание, потому что, ну, мы живем в такое время онлайн-конференции, та же самая пандемия, так сказать, спрос на это увеличила. И, ну, там идейный вдохновитель и организатор всего этого, как я понял, это историк Гурам Мархурия, который преподает вот в этом Сухумском госуниверситете, который раньше был филиалом Дбилисского университета здесь, но потом он эвакуировался туда. Ну, у него такая идея, как бы, давно он контакт наладил с азербайджанскими учеными, историками, и вот, как бы, они вместе дружат против Армении и Абхазии. Действительно, он сумел туда привлечь и маститых азербайджанских историков, украинских, российских, появились такие, значит, которые предлагают отозвать признание независимости России, Абхазии и Южной Осетии, из Молдавии, из Эстонии, из Израиля, известный политолог такой Авраам Шмуляевич. В общем, как написал один первый же комментатор этой публикации, собрали всех друзей Грузии, и понятно, что каков будет ответ на заданный вопрос, было все понятно заранее. Ну, я, собственно, тоже с этого начал, что это дискуссии. И там был такой последний абзац в тексте, что, значит, мы надеемся продолжить наши дискуссии. А что за дискуссии, когда про Абхазию говорят, так сказать, в отсутствии Абхазов. И, собственно, это действительно игра в одни ворота. Ну, тут возникает, естественно, вопрос, что, конечно, по идее должны были пригласить абхазских историков. Другое дело, что я добавил там, что по трезвому размышлению, ну, что это дало бы. Все эти аргументы в этой дискуссии, они давным-давно уже прозвучали. В новейшей истории нашей это где-то с конца 80-х. Но я не знаю даже, кто согласился, согласились бы абхазские историки участвовать, но в любом случае они должны были это сделать, конечно, пригласить. И переубедить кого-то мы там, конечно, никогда не переубедим. Это все понятно. Они заранее ответы известны на все вопросы. Но с другой стороны, действительно, мы же не должны занимать такую позицию, как бы отмалчиваться, да. Сказать нам есть что, и очень даже много. И то, что это уже прозвучало много раз, ну, подрастают новые поколения. Опять же, для окружающего мира мы что-то должны говорить. Кстати, я не исключаю, что вот это название этой конференции, где-то, возможно, на нее повлиял вот этот скандал, тот небольшой, который у нас был с этой несмышленой девушкой по имени Алена, которая выдала вот эту лючевку, Абхазия, это Грузия. И я помню, потом был всплеск такой, значит, в соцсетях, полемики. И помню, как какая-то грузинка там пишет, больше аргументов у нее видно не было, Абхазия, это Грузия. Абхазская ей отвечает, Абхазия, это Абхазия. Это основа. Ну, больше ничего она не может сказать. Абхазия, это Грузия. Я помню, обычно я не любитель вмешиваться в эти, так сказать, все дискуссии такие вот примитивные. Но я написал, вы хоть 10 миллионов раз произнесите это, Абхазия, это Грузия, вдруг что-то из этого поменяется. Пишите. Ну, интересен еще такой момент. Кто был там от Грузии, да? Их все-таки было большинство. Ну, это кроме самого ведущего, вот этого Мархулия, был историк и председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия, Джамага Махария, который многое помнит здесь. Там грузинская часть, которые были избраны в 91-м году, они так и остаются. Ну, естественно, убыль какая-то есть, но они не меняются, потому что, а как избирать Верховный Совет, да? Сколько их там? Человек 20. И вот они просто меняются как бы местами во главе этого Верховного Совета. САМИН, Автономная Республика Абхазия тоже есть, но там немножко по-другому. Там какое-то омоложение происходит. Тоже очень, там комичные такие есть структуры, как управление сельского хозяйства Гулеревского района. Что они там сьют и пашут, я не знаю. Там Сухумская полиция, Гагрская полиция, как там, не знаю, ГАИ, что они патрулируют и так далее. Но при этом, хотя это вот так смехотворно звучит, но структура довольно устойчивая. Почему? Никто их не будет трогать. Руководство Грузии, зачем их трогать? Пусть уже думают, будем платить зарплаты там немаленькие, транспорт служебный, но как они могут взять и ликвидировать? Они же рассчитывают, что вот-вот эти, так сказать, вернутся, возглавят и так далее. Как вам кажется, после того, что произошло в Азербайджане, после присоединения Нагорного Карабаха к Азербайджану, сейчас, это второй раз, как вам кажется, учитывая огромное количество таких авторитетных участников в этой конференции из Азербайджана, и после того, что случилось в Нагорном Карабахе, присоединению этой территории к Азербайджану, как вам кажется, вот затеплилась ли в Грузии, затеплился ли огонек надежды, что можно так же вернуть и Абхазию? Безусловно, тут, собственно, не только сейчас, это вот просто одно из последствий, вот эти, это онлайн-конференции, на самом деле, это еще во время самой войны, вот этой осени прошлого года, все это уже звучало. И, конечно, сразу и в соцсетях, и в СМИ там, пилились и встрепенулись. Я бы немножко поправил, сказать, что вот Нагорный Карабах вернулся там в Азербайджан, но это не совсем так, потому что, собственно, он не был никем признан, даже Арменией, а, собственно говоря, азербайджанские войска заняли только южную часть Нагорного Карабаха, там Шуша или Шуши, как армяне называют, и это, собственно говоря, территория, которая в советские времена была населена азербайджанцами. Так что земля населенная армянами, они остались ими заселены. Есть еще и такой момент, что российские миротворцы пришли, и это уже гарантия, собственно говоря, не возобновление военных действий на многое время вперед. Поэтому сказать, что вот именно так все закончилось, как бы поставлена точка, я бы не сказал, поставлю на многоточие, но хотя, конечно, Азербайджан ликует и ликовал, по крайней мере, и значит, и в Грузии тоже, как я сказал, воспряли духом, хотя они прекрасно понимают, и как и у нас, что тут большая разница. тут действительно Абхазия признана Россией, которая является одним из самых мощных военных государств в военном отношении и другими несколькими странами, и здесь российская военная база, поэтому, конечно, по такому сценарию, как там, в случае агрессии грузинской пойти ничего не пойдет, тем не менее вот этот конечно момент, он неизбежно изменил какие-то умонастроения. Виталий, как вам кажется, есть ли смысл нашим ученым, нашим историкам проводить подобные конференции? Имеют ли они какое-то значение и сыграют ли они какую-то роль? Я думаю, значение имеет, потому что, опять-таки, повторюсь, мы там ничего не докажем, безусловно, никому. Но мы не должны молчать, вот как раз повод какой-то активизации абхазских историков, да, ведь еще немного людей в мире имеет смутное представление в той же России, да, если они сами обратятся, вот, я знаю, они читали эту публикацию Аэфи Кавказа и решат, что, ну вот, да, мы должны пригласить абхазских историков, но я думаю, это дело абхазских историков решать, есть ли смысл, наверное, только в том случае, если там будут созданы равные условия, то есть, равное количество с грузинской стороны и с абхазской, и никаких союзников, которых они по миру могут, конечно, собрать достаточно, или абхазские историки могли бы сами инициировать подобные онлайн-конференции, сейчас это не проблема, на какие только темы не проводятся, это, ну, я думаю, что вот наша сторона не должна, конечно, пойти по такому же пути, то есть, вот так чисто одну сторону взять, союзников и все, нет, пусть там будет кто-то и человек, там, разделяющий какую-то альтернативную точку зрения, но я думаю, что вот такую позицию заменять, а, все у нас, так сказать, зачем нам это надо, это неправильно, я думаю, что это такая тема, которая 30 лет была, да, уже, она, как бы история не складывалась бы дальше, все равно эта тема останется, все равно там будут пытаться свое что-то доказать, мы в этом плане должны какие-то аргументы оттачивать, я вот скажу, что мне как-то удачно так сложилось, что помогла написать вот эту публикацию какая-то подборка цитат, которую выложил один, я даже не запомнил, кто это не скачал, абхазский интернет-пользователь, это подборка цитат известных грузинских историков, именно грузинских, которые в один голос на протяжении 20 века говорили, что именно к ответским племенам на восточном побережье Черного моря предшествовали Абхазо-Адыгские, то есть была сплошная полоса Малая Азия до Северного Кавказа и как известный грузинский языковед Армад Чикабав описал, что везде в районах Западной Грузии осталась топонимика, а топонимика это самая такая консервативная вещь, где следы Абхазо-Адыгской лексики. Значит, что вклинились Капвельские племена с Востока и вот это, собственно говоря, разбивает в пух и прах все вот эти доводы таких уже ученых, как Павлина дорог, вода, о том, что Абхазы там спустились с гор в 16 веке или в 17 и так далее. Все, о чем тут вообще говорит, если именно углубляться в века. И вот я там закончил так сказал. Я не знаю, если бы вот те историки грузинские ученые жили бы в наше время, когда все политизируется, когда все превращается так сказать уже в инструменты борьбы политической, этнической, они бы решились обнародовать свои выводы. А если бы они решились, то не закидали бы их яйцами в центре Тбилиси. Виталий, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова